Итак, в конце концов мне удалось установить на виртуальную коробочку Арченевая с оболочкой Ценамо. Какая была тонкость? Что во время установки на виртуальную коробочку через какое-то время появлялся черный экран. Для меня этого было вполне достаточно, чтобы судить, что ничего не устанавливается. Я выключал виртуальную коробочку и все. Нужно было просто-напросто нажать клавишу Enter. И тогда все, скажем так, было бы нормально. В конце концов, вот я установил Ценамончик на виртуальную коробочку. И, в принципе, ну что, ну вот я смотрю менюшка, значит, там самое необходимое, значит, есть. Программы те, которые, значит, я соглашался установить. Все остальное, как говорится, уже, ну, дело, скажем так, техники и настроек. Ну, как видите, интернет работает, подсоединен и так далее. То есть, в новой версии Arch Anywhere автор по какой-то причине сделал тайм-аут через каждые 3 или 5 минут. Что такое тайм-аут? То есть, переход экрана загрузки, скажем так, в черный режим. То есть, вы видели черное окошко, видели все сообщения на этом окошке, и как идет загрузка, а затем через какой-то промежуток времени это окошко исчезало и появлялось просто черное окно. Вот здесь нужно было перейти на, значит, то окошко, где у вас шла загрузка, просто-напросто и нажать клавишу Enter. Когда вы бы это дело сделали, у вас практически все нормально бы, как говорится, и загрузилось. Вот таким вот образом. А дальше, значит, можете уже настраивать панельку по своим, как говорится, там, канонам. Вот, допустим, у меня там глазки не очень хорошие. Я делаю ее пошире. Ну, зависит от вас. Менюшку люблю сверху, потому что снизу я обычно кайродок там ставлю. Ну, практически попозрите там, посмотрите. Отчленок система хорошая, лаконичная. Ничего лишнего ставится только то, что вы пожелаете. Тем она и хороша, и за что ее многие пользователи и любят. И плюс, у Arch Linux есть очень такая вещь. Она, значит, есть только в нескольких Linux. Arch Linux сделан по типу Rolling Release. Что это такое? Например, в Ubuntu, там, в Минте. Каждый новый выпуск сопровождается тем, что вам надо там идти, там, в менеджер обновления, обновляться и так далее. У Arch Linux, у него, значит, все происходит, если там поднастроить, автоматически. То есть, вам, скажем так, если у вас сравнивать, допустим, с Linux, Мин, там, 17, там, 16, там, я не знаю как. Встали вы на какую-то версию, и вам уже при переходе на новую версию, вам не надо делать никаких телодвижений. Все будет происходить автоматически. То есть, Rolling Release, Rolling это катящийся релиз, там, выпуск. То есть, все будет происходить автоматически. Поэтому, значит, зная, значит, вот эти вот особенности установки Arch Linux Anywhere, я, значит, могу вам порекомендовать, ну, скажем так, поползать по нему, кто любит там позаниматься всякими там этими вещами, вот, посмотреть, познакомиться с ним. А почему? Потому что, просто даже по своему опыту, и у меня, значит, есть из Турции очень хороший русскоговорящий знакомый Исмаил, который великолепно в Арчике, значит, разбирается, это его, скажем так, тема, и видеоролики он делает хорошие. Вот. Могу вам сказать одно, что, что Arch Linux, это система для пользователей, ну, скажем так, с определенным опытом. Особенно, значит, пользователи Arch Linux, они любят делать все своими ручками. Тем не менее, что есть замечательное в этом сообществе? Во-первых, у него очень много сторонников. То есть, людей, которые не любят, чтобы им что-то там навязывали, там, эти автоматические обновления, они здесь могут настроить практически все, что им нравится. И у них есть, скажем так, официальный репозиторий, где установлены уже супер, бупер перепроверенные всякие эти программы там и так далее. Но есть еще и так называемые пользовательские репозитории, к которым можно подключиться. Они, по-моему, называются AORUM, я уж там особенно в тонкости не вдаюсь. Но также есть возможность к ним подключиться. У меня на сайте, значит, вот есть файлик. Я вам его покажу. Вот у меня по арчику тут кое-что, значит, в отдельной графе, значит, выделено. И можете, значит, посмотреть. То есть, вот в графе Arch Linux, вот видите, да? Вот. Ну, видео, которое я делал по арчику. Ну, тут вот я генту как-то случайно включил, но даже ничего там нет. Откуда можно скачать там. И вот, кстати, очень подробные, значит, сведения по установке. Причем, большинство из них, скажем так, на русском языке. Тот, кто, значит, этой темой интересуется, пожалуйста, можете, значит, скачать все это дело откуда. Да элементарно, вот отсюда. Вот на моем сайте, значит, имеется, значит, кладовочка на Меги. Или же сразу можно, значит, да вот, давайте посмотрим. Так. А, вот, вишенка, видите, да? Вот, нажимаете на символ вишенки. Попадаете на мою кладовочку на Меги. И конкретно, значит, всегда смотрите, единственное, что я спрошу, по датам. Вот. 16 ноября. Вот дата, 17-я. То есть, самый последний файлик был сделан вот тогда-то. Остальные файлики с одной из двумя, с тремя волнистыми линиями. Это файлики, скажем так, бэкапы. Вам их скачивать смысла нет. А вот качайте файлик с окончанием CTB. Старайтесь скачивать один из самых последних. Ну, как? Ну, вот так, правой кнопкой мышки. Скачать. Обычная загрузка. И файлик пошел, как говорится, скачиваться. Файлик очень небольших размеров. Он 14 МБ всего лишь. Качается очень быстро. Сохраните где-нибудь его себе. И у вас будут все команды. При установленной программе Cherry 3, я думаю, что для вас уже не составит никаких проблем. пользоваться данными, которые, значит, я собрал по установке, там, и настройке Arch Linux. Ну, естественно, ну, они не столь полны. Почему? Потому что в основном я предпочитаю Linux Mint, Ценомон, моя любимая рабочая окружение. Ну, хочу вот для всех любителей Arch Linux еще раз подчеркнуть, что всегда, и, скажем так, с большим уважением относился к пользователям Arch Linux. А почему? Потому что мне очень нравится их философия. Ну, вот появился, значит, сообщение, что где его сохранить. Можете сохранить на рабочем столе, там, в загрузках, там, где он нравится. За что, значит, хочу еще раз сказать, что Arch Linux сделан для установки, там, настройки и так далее. Все-таки, не для начинающих, а для пользователей, которые имеют опыт в Linux Mint, там, ну, вообще в Linux'ах, ну, по крайней мере, там, полгода-год, которые могут понять и оценить красоту этой, значит, операционной системы. Почему? Потому что здесь практически можно сделать, скажем так, операционную систему, настроенную только лично под вас. Ну, значит, есть какие моменты. Я всегда предпочитаю, что у человека должна быть, скажем так, возможность... Как бы там это выразить? Короче, у любого пользователя должна быть возможность, чтобы он мог делать надежные, скажем, бэкапы. То есть, сохранять копии настроенной системы. Ну, и желательно, чтобы он мог делать свои из-за образа текущего состояния операционной системы, чтобы он мог поделиться со всеми желающими. То есть, у меня на Цинамоне этой проблемы нет. Программа SystemBug мне позволяет делать все, что я хочу, и делать копии в своем формате на любом разделе жесткого диска, там, на внешнем, на внутреннем, без разницы. Тем, кто озабочен, скажем так, такой проблемой, то им придется, конечно, значит, уже обратиться, ну, скажем так, к интернету и поискать самые там различные варианты. Просто в поисковой строке там заведете, к примеру, там, Arch Linux Backup и найдете, если оно, как говорится, существует, варианты решения. То есть, чтобы у вас всегда, чем мне нравится Linux Mint, что я использую программу SystemBug, и я абсолютно уверен, я сделал копию резервную, и не дай бог, если что случится, вот я всегда зашел в свой любимый SystemBug, и уже в этом SystemBug, грубо говоря, я, чтобы мог всегда, скажем, восстановиться там. Вот, пожалуйста, посмотрите. Значит, я сейчас вот специально перейду на вкладочку, у меня сейчас тут в домашней папочке и все это дело. Ну, домашнее. Вот. У меня с SystemBugом сделаны две копии. Сделаны, вот, видно, что дата, число и даже время, когда были сделаны. Нажал здесь, нажал на восстановление и, как говорится, вперед из песни. Значит, с Archim я этими такими проблемами, значит, не занимался, поэтому, значит, поищите по сети, как делать БК-то и как делать изообразы, допустим, настроенной системы. Но это для тех, скажем так, кто желает поделиться со своими там друзьями и знакомыми своим вариантом настроенного Archie. и я думаю, что это правильно, потому что далеко не всем пользователям нужно проходить через все вот эти вот этапы настройки. А так, человек запустил изообраз, с него, в основном, записал его изообраз на раздел жесткого диска, загрузился и работает все в удовольствие. Единственное, что человеку нужно знать, это, значит, несколько там уроков по разметке жесткого диска. Ну, скажем так, это не такая большая проблема. Вот. Поэтому, значит, вот я всем, как говорится, вот рекомендую. Значит, тем, кто решил, значит, заняться Archie, операционной системой пользователь, кто ее, как говорится, попробовал. Она им очень нравится. Вот, пожалуйста, зайдете, значит, на сайт, зайдете там в программы. Пожалуйста, вот посмотрите, если что-то подобное с SystemBuck'у и FS Archiver'у вы найдете, значит, по Archie'у, ради Бога, создавайте, делайте, пробуйте, присылайте на сайт к модератору, у нас очень хороший модератор Сергей Сургута, присылайте к нему свои, значит, изообразы на проверку. У него есть ряд помощников, которые тоже могут протестировать ваши уже готовые изообразы. Почему бы и нет? то есть вот поймите, что только так вот сообща мы можем делиться друг с другом. Вот, если кто-то сможет сделать видеоролик, ну, еще лучше там как установить, там, как настроить там вашу сборку. Ради Бога. Ну, ладно, значит, в любом случае, значит, свое доброе слово по Archie'у, значит, я сказал. первое слово было не очень лестное по Archie'у, потому что меня смутило, что в момент загрузки там появлялся, значит, этот черный экран и, как говорится, с большим коммунистическим приветом. Поэтому, значит, просто не бойтесь, переходите на вкладку, в которую у вас идет эта загрузка, нажимаете Enter, и экран снова появится, и процесс загрузки вы будете наблюдать. Вот такая вот, казалось бы, мелочь, но она, в принципе, многих отвращает от установки там на Archie'у, там на коробочку, там, или там на жесткий диск и так далее. Значит, вот этого не нужно бояться. Ну, ладно, значит, свои дополнения по Archie'у я, аниве, я сделал, так что не бойтесь, теперь можете скачивать самую последнюю версию, давайте, значит, посмотрим, как это сделать, откуда вы можете скачать самую последнюю версию. Вот, заводите Arch, черточка, any, where, то есть, Archie'у везде, нажимаете Enter, вот официальный сайт. Переходите в отдел загрузок, вот, самая последняя версия, которая, как говорится, вот у меня брыкалась. Или скачиваете Torrent, или скачиваете по протоколу HTTP. Без разницы. Вот, не забывайте только вот об этой маленькой мелочевке, ну, языки, вот, русский поддерживается, без проблем. поэтому могу рекомендовать, значит, многим попробовать, а почему бы и нет, потому что, может быть, кому-то Archie'у больше понравится. Плюс, при установке есть большой выбор рабочих столов. Там, значит, можно выбрать и CINAMON, и GNOME, по-моему, и X-FACE, там, ну, короче, выберите то, что вам понравится. Ну, ладно, желаю вам всего самого, значит, доброго, всяких творческих там успехов и удач, но еще раз подчеркнуть, подчеркну, что Archie'у это уже для пользователей, скажем так, которые используют Mint, которые используют Linux, по крайней мере полгода в год, у которых есть какой-то определенный опыт и так далее. Для новичков сразу могу сказать, что туда лезть не нужно. То есть, эта система требует все-таки определенного уровня подготовки. Вот. Ну, ради бога. Ну, если вы новичок и загорелись и у вас, как говорится, там, глазки горят, да, ну, ради бога, опробуйте. Вот. Ну, в основном все-таки Archie ставится пользователями с опытом. Ну, ладно. Всего доброго и до новых встреч. субтитров. Субтитрова.